В Караганде день благодарности прошел в новом формате. В Доме дружбы выразили признание тем казахстанцам, которые в сложное время оказываются на передовой. Это солдаты, пожарные, полицейские, врачи и журналисты. Марина Золотарева с подробностями. Первая благодарность от карагандинцев поступила родным Мадияра Кайсарова, Айбата Анаманова и Адиля Нуркенова. Солдаты-срочники и сотрудники комитета нацбезопасности погибли при исполнении служебного долга во время январских событий. Родителям героев преподнесли портреты сыновей, написанные казахстанским художником Мадиханом Калмахановым. Имена ваших детей навсегда останутся в истории нашей страны, в нашей памяти. Мы выражаем сегодня огромную благодарность врачам, медсестрам, санитарам, водителям скорой помощи. Выражаю благодарность нашим меценатам. Особо хочется отметить труд горняков, металлургов, фермеров, предпринимателей, работников бюджетной сферы. Мы вместе преодолеем любые трудности. На большом экране показали ролики о буднях пожарных, врачей, полицейских и журналистов. Представители этих профессий, пользуясь возможностью, рассказали о себе и своей работе. Не остались в стороне волонтеры и меценаты. Эти люди получили благодарность за безвозмездную помощь нуждающимся в трудные времена. Праздник, который с собой несет очень важный посыл, опираясь на историческое прошлое, когда наши отцы и матери, помогая друг другу, в трудное время выживали. А сегодня этот праздник с каждым годом, как мы уже видим, наполняется новым смыслом. С каждым годом этот праздник действительно приобретает для казахстанцев все больше значимости и смысловых граней. Но особый смысл Дня Благодарности остается прежним – это взаимопомощь и единство народа.